спасибо спасибо слушайте после ивана выступать тяжело и хорошо я скажу что не будет у меня сравнение с его мне не будет цифр у меня я выполнил тайминг я на самом деле рассчитывал что не 30 минут мне уже 15 15 с удовольствием ему и мадам и и прежде чем на самом деле начать то о чем мы с наташей договаривались последнее что он сказал то что не знает никто не знает как будет дальше развиваться все я думаю что мы знаем здесь интересная штука я 15 лет высшей школе работу не высшей школе экономики здесь только три вообще занимаюсь преподавательской деятельностью и индустрию наблюдаю с двух сторон изнутри и снаружи и вот в этой аудитории важно поделиться как по нашему изменяется какие принципиальные изменения вот вот сегодня в ритейле происходит прямо сейчас 3000 лет до нашей эры первая торговля которую мы знаем началась от обменных операций к тому что мы к тому под чем мы сейчас принимаем слово торговли вот 3000 лет до нашей эры 2000 лет сейчас этот канал был неизменным оптовик производитель оптовик розничный торговец покупатель суть этого канала самая важная штука то что оптовики конкурировали между собой родичи конкурировали между собой это приводило к тому что этим каналом никто не управлял только в 70-е годы прошлого века 70-е годы прошлого века стал выстраиваться дистрибуционный канал производители выпустили бренды и стали управлять рынком классические отличия дистрибуционного канала от обыкновенно в чем то что дистрибутор наделяет производитель наделяет дистрибутора или дилера какими-то эксклюзивными правами на территории и тем самым выстраивает более-менее оптимально эту цепочку вот и через 50 лет вот вот прям сегодня из-за диффузного проникновения цифровых технологий в индустрию новый вид канала сформировался мы называем его совершенным потребитель задает дает задачу ритейлеру выстроить в его интересах цепочку то есть этим каналом начинает управлять 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 потребитель и эти новые технологии дают возможность теоретически под каждый конкретный запрос каждого конкретного потребителя выстроить уникальную цепочку и вот здесь вот вот это и этот рынок вот вот прямо сейчас перевернулся совершенно правильно сказали что мобильный трафик десктопный превысил сейчас это значит что ритейлер у нас у каждого вот здесь очень близко к нам и мы очень близко к ритейлеру и вот это вот этот тренд это самый главный тренд который сейчас а кто сможет сюда перескочить тот собственно говоря и преуспеет вот это наверное главный месседж который в этой аудитории было бы логично с чего логично было бы начать значит коротко что что компания моя из себя представляет и что я представляю из себя мы сегодня в 38 городах работаем 28 лет нашей компании 100 миллионов чеков за всю историю мы пробили это вот географически где мы находимся это центр 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 россии ивановская ярославская костромская владимирская область москва и московская область в москве наш магазин навыкина находится и в балашихе москве у нас бренд your home потому что действительно слово кенгуру тут занято оказалось несколько раньше нас но сайт кенгуруру пожалуйста работает можете им пользоваться какие с чего стоит начать и как вообще цикл управления компанией на мой взгляд происходит любая компания начинается с продукта некто придумывает что то если продукт пользуется спросом то компания собственно говоря на рынке преуспевает но продукт имеет свой жизненный цикл это значит что раньше или позже если компания не может модернизировать продукт или выпускать новый на рынок то компания умирает поэтому вот это вот единство правильная компания правильная компания правильный продукт это тот фундамент на котором все все те лидеры рынка о которых иван говорил 15 минут назад они это очевидно делают про людей все кто работает в ритейле говорят про людей но знаете мы сами только несколько лет назад поняли такую вещь в ритейле должен работать тот кто любит людей если человек не любит работать с людьми людей не любит то ничего не будет это кажется знаете такие простые слова но мне лично понадобилось ну порядка 20 с лишним лет чтобы вот эту вот главную штуку понять если людей любить то вот это вот вот это вот вот это вот понимание как это как работает как работает взаимоотношения с людьми наложив на тот паттерн развития компаний разнопланового разновекторного который который мы можем наблюдать на на лучших примерах мировых можно можно определиться с тем путем по которому ты идешь развивая эту компанию вот здесь шесть шесть разноплановых разноплановых циклов разноплановых типов циклов один приятель интересно сказал вещь тоже которая для меня стала откровением сказал слушай если тебе надо вверх выбирай эскалатор который едет вверх это значит что если ты понимаешь жизни циклы в отрасли в стране в экономике которая происходит тогда тебе легче будет достичь той точки которую ты запланировал у человека есть жизненный цикл у продукта есть жизненный цикл у предприятия есть жизненный цикл вот интересно объединить вот эти вот эти вещи которые я вам сейчас за несколько минут постараюсь сложные довольно конструкции рассказать но они по сути приводят к интересным очень выводам в девяносто четвертом году первый в семьде четвертом году первый в мире кто сложил очевидный факт что предприятия проходят примерно одинаковый путь это был Ларри Грейнер и вот это вот его теория то что фазы развития предприятия перемежаются кризисами она на самом деле не очень широкое распространение получила хотя бы потому что она бесконечно видите уходит и непонятно что дальше но уже более известной нашей русской публике Исках Адизис этот его график я думаю многим здесь известен он завернул эту кривую вниз и теперь слушайте каждый из нас здесь сидящих может легко найти на этом графике фазу того жизненного цикла на котором его компания находится и избежать каких-то очевидных ошибок которые которые на самом деле описаны во множестве примеров для нас что интересно мы совмещаем мы совмещаем жизненный цикл жизненный цикл человека жизненный цикл менеджера предпринимателя с жизненным циклом к жизненным циклом компании сначала все начинается с и по одизису это предпринимательство человек у которого есть предпринимательская жилка который развивает компанию который начинает бизнес он его стартует следующая буква пи он должен получать результаты если компания не дает результатов то в полном соответствии с теорией одизиса она умирает следующее это компанию нужно выстраивать процесс на компании должны быть расписаны функции обязанности людей выстроены все процессы и четвертая буква это интеграция интеграция когда компания большая а в максимум моих компаниях две с половиной тысячи людей работала понятно что этих людей нужно нужно каким-то образом между собой интегрировать еще одна теория про которую я хочу пару слов сказать и советую о ней прочитать это кстати Герман Оскарович про это очень любит говорить про культуру синтеза про бирюзовую организацию интересно то что все компании по по Грейзу проходят проходят одни одни и те же циклы по спирали компании развиваются и очень интересно наблюдать за циклом развития своей компании читая учебники американских ребят которые никогда здесь не были и уж точно не знают про твои взаимоотношения с подчиненными но тем не менее эти взаимоотношения очень хорошо хорошо описывают у нас есть университет корпоративный пару слов скажу вот куда Наталья к нам попала и как она говорит очень понравилось там мы людей кормим и как-то была гречневая каша и в обратной связи один из сотрудников нам написал все хорошо только в каше было мало мяса и мы с директорами смеялись потому что по Логану Кингу и Фишерай надо было человеку задать вопрос мало мяса было в твоей каше или мяса было мало в каше вообще здесь есть принципиальная разница потому что человек который в самом низу находится он говорит что жизнь дерьмо и все плохо и выхода нет но если он говорит что моя жизнь дерьмо он понимает что где то есть лучшая жизнь и надо к ней к ней стремиться на командная культура я крутой ну и так дальше вы видите я крутой это персонализированная культура успеха мы крутые это командная культура ну и так дальше вот это пересекается с бирюзовой организацией и интересно так вот культура синтеза о которой мечтают люди и и вкусвилл уже упоминавшийся у них в книге про это забросы со всех сторон идут вообще на самом деле это 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 та компания та культура в которой мне бы хотелось работать еще часто меня спрашивают зачем я продолжаю работать зачем я хожу на работу каждый день и ответ очень простой мне нравится это делать мне нравится работать с людьми которые которых я нанял и которые вокруг меня вокруг меня находятся я у них учусь вот адхократический такое сложное вроде слово но это часть бирюзовой организации это значит структуры по случаю формируются адхок латинский по случаю рабочие группы формируются для решения каких-то задач самораспускаются самоорганизуются холократия брать сотрудникам давать сотрудникам столько полномочий сколько они могут унести у меня правда один директор насчет говорит холократия у нас только при решении нестандартных задач ну да все так все что можно регламентировать это конечно регламентируется и холократия от кассира точно точно не требуется там есть скрипт есть регламент я здесь совсем про другое про другое говорю бизнес телефон уже уже забросил когда сказал сказал что мне нравится несколько лет назад мы запустили университет наш корпоративный университет ну как несколько лет назад первая идея первые курсы это 2001 год 2001 год и наверное 13 14 лет нам понадобилось для того чтобы создать университет понять кого мы хотим учить чему хотим учить как хотим учить вот мы для него выбрали в лесу хорошее место в 50 километрах от города это это очень было важно что он не в городе потому что чтобы ну смотаться нельзя было сами понимаете я тут только сейчас съезжу вот и вернусь обратно по поводу смотаться кстати скажу была конференция и то ли Сибура то ли ну какая-то крупная металлургическая компания девочка HR рассказывала тоже про университет и я спрашиваю а добровольно у вас это дело или нет 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 только добровольно учить надо только добровольно людей а если я говорю не ходят они да премии лишаем вот это это одна из из дилемм на самом деле значит у нас у нас добровольный университет и премия мы мы не лишаем вот вот здесь я скажу еще пару пару слов значит специфика наша специфика наша русская специфика аглоопытная международная организация европейская проводила исследования проводила масштабные исследования по всем странам европейским и выявляла след Азаховстанам как отличается национальная в зависимости от национальности как трудовые отношения меняются вот мы мы русские люди отличаемся от европейцев более высокими потребностями в безопасности в достижениях во власти богатстве у нас низкая самостоятельность низкая благожелательность низкое стремление к новизне вот эти вот факторы не только эти но эти основные накладывают отпечаток определенные на ту работу с персоналом которую мы проводим и мы в компании основываясь на этом выделяем три уровня три уровня на которых сотрудник может находиться в рамках нашей организационной культуры начинается все самого простого называемого просто работа когда человек приходит в компанию потому что ему нужна работа нужны деньги чтобы прокормить себя и свою семью жизнь показывает что на этом уровне находиться долго сложно сотрудник покидает компанию полгода год продавцов текучка примерно такая же которая здесь не задерживается но мы очень хотим чтобы сотрудник любого подразделения перешел на на следующий уровень называется мы команда сообщество компетентных единомышленников отчасти семья компания заботится о сотруднике сотрудника компании у русского человека патернализм такое слабое место и нам действительно хочется вместе с кем-то работать чтобы о нас заботились поэтому вот эта вот культура мы ее выращиваем в подразделениях в магазинах нам хочется чтобы люди люди команды образовывались да и мы и мы на этом делаем акцент и третий уровень третий уровень который для нас очень важен который мы считаем целевым нашей компании мы его называем меритократическим меритократия власть компетентных высокий и постоянно растущий уровень профессионализма и личной капитализации тут все слова важные поэтому я прочитаю каждый лидер сам себе менеджер постоянно учится и учит креативность методичность самодисциплина и упорство кстати всем чем ты можешь быть и часто спрашивают а вот для продавцов как работает ваш этот меритократический уровень да конечно если человек лучше всех может продавать линолеум то то точно покупатель когда к нему приходит он в его власти находится и этот человек меритократ и вот сотрудники постоянно учатся и учат это я не сам на самом деле придумал это друкер это друкер в последнем своем труде завещание можно сказать называется менеджмент двадцать первого века он вот эту фразу фразу сказал здесь понимаете в прошлом по моему году на гайдаровской конференции один парень выступал профессор американский он говорит вы поймите ребят то чему мы сейчас учим студентов на первом курсе к тому времени как они закончат университет уже устареет поэтому вот этот вот lifelong learning обучение в течение всей жизни это единственный способ оказаться оказаться на плаву и вот вот наш университет вот этот все 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 образовательная наша философия она на то направлена чтобы выстроить такую команду которая завтра будет устойчивой ну и структура компании это тоже друкеровские слова кстати прямо интересно в одном балете прямо друкер друкер 8 раз иерархичная плоская динамичная и прозрачная вот это вот фетиш даже можно сказать чтобы она была иерархичная и плоская и динамичная и прозрачная сегодня у меня 19 директоров моем подчинении настолько плоская компания до любого человека у меня два уровня управления не больше двух уровней управления это требует ну особых навыков я скажу так я потихоньку сюда двигался вот вот здесь вот пролистнул пару слайдов назад посмотрите если скачаете презентацию реквизитная организация там элиот жак очень четко расписал какая она должна быть и о правильном продукте еще скажу все-таки конференция ритейлова как-то я обычно про продукт больше рассказываю мы делим мы делим наш бизнес мы говорим что наш бизнес стоит на трех китах это ассортимент все с ассортимента начинается все у нас начинается с ассортимента все надо нам купить хлеб у нас в голове чик выскакивает магнит пятерка там еще кто-то надо нам купить мебель раз икея там еще кто-то автомобиль раз там дилера авито то есть первое ассортимент все понятно второе интерфейс какой может интерфейс что такое интерфейс это стыковочный протокол двух систем есть физический интерфейс офлайн магазин есть оффлайн магазин либо виртуальный интерфейс онлайн магазин какой-то интерфейс выберешь вот туда ты двигаешь у кого-то у кого-то несколько интерфейсов без проблем и логистика в нашем бизнесе по любасу товар от производителя до поставщика должен быть доставлен связаны связаны они не они связаны но это разные вещи и вот мы продукт рассматриваем через призму вот этих вот трех китов а правильную компанию то про что я сегодня собственно говоря и вещаю вам значит вот важная штука и Иван на которой закончил я с ним абсолютно солидарен это экосистема я думаю что действительно будущее за экосистемами причем экосистемы ну в глобальном 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 понимании если снизу вверх пойти единое информационное пространство несколько лет назад мы приняли решение что мы открываем все наши данные данные о товародвижении к нам поставщик может зайти посмотреть какой товар его товар в каких магазинах продается сколько его на складах все данные открыто ну и так дальше мы себя рассматриваем как платформу для покупателей понятно для сотрудников понятно логистическую платформу тоже понятно потому что если мы занимаемся консолидацией деконсолидацией то мы этим занимаемся ну и для поставщиков мы мы платформа важный очень слайд он для меня конечно в такой аудитории я вас тут вижу большинство в первый и последний раз людей хотя несколько знакомых уже уже встретил но тем не менее когда я говорю о рителе о деле всей своей жизни я не могу я не могу об этом не говорить нам нравится что что мы делаем любовь слово сильное но без любви у нас никак нельзя в компании на доверие все должно быть построено потому что ну зачем по-другому ведь жизнь короткая и надо так и прожить чтобы что-то оставить после себя поэтому да часто говорим о том что 60 магазинов всего ну вот сегодня 61 или 62 то есть честно сказать уже в последнее время мы не очень-то и считаем а магнит то же время который с нами начинал он какие ребята говорим так что сколько у нас ума хватит столько и разовьемся на самом деле количественные вещи они не очень главные есть рост а есть развитие эти понятия не тождественны последний слайд мой такой фриман есть профессор американский профессор вот он несколько лет назад выдвинул теорию стейкхолдеров на русский удачно перевели теорию заинтересованных сторон и говорит что старый капитализм устарел и только тогда ты правильное дело делаешь когда от твоего твоя работа все выигрывают вокруг акционеры без них не будет бизнеса сотрудники без них бизнес не получится покупатели понятно поставщики окружающий мир мне эта философия нравится и собственно говоря я пытаюсь эту философию проводить проводить в жизнь содержательная часть моя закончилась достойная часть вторая часть familiar